Доброе утро! Каждое мое утро начинается именно так. Я спускаюсь на первый этаж, варю себе кофе, выхожу на улицу, сажусь на коврик, как бедный родственник, и пью кофе. Чаще всего Мэтт дает мне это сделать. Если не дает, то я просто его чем-то увлекаю. Но обычно он увлекается сам обувью, муравьями, потом он ползает туда, где зонтик на видео видно, там может что-то поиграть. В общем, 5 минут у меня есть точно. Примерно с 7 до 8 утра к нам приходит специальный человек, который обслуживает бассейн и шлангом моет плитку. Вот, на видео увидите, он открывает люк, сейчас спускается туда и будет что-то делать. Мэтт обожает наблюдать, и мы в это время всегда, чаще всего, сидим на улице и просто смотрим, что он делает. Ну что, я решила сделать блины, потому что у нас сейчас няня, а муж приболел, ну как приболел, у него усталость, просто от жары нужно немножко перезагрузиться. Вот, а мне делать нечего, я решила спустя, наверное, год приготовить блины. Блины я готовлю с 7 лет, я научила бабушка, с тех пор я готовлю блины. Готовлю, кстати, впервые из безфлактозного молока, хочу дать ему эту. Половничку так убираю и жарю. Буду жарить на двух спородках, потому что нужно быстрее. Блины готовы. This is my cake. Oh my god. Посмотрим, даст ли этот маленький ребенок, сейчас дам тебе, сейчас, сейчас, сейчас дам, что-то сделать, поесть, например. Мэтт мне дал покушать блинчик, потому что был сам заинтересован в поедании. Вообще, я заметила, что, в принципе, у него проснулся, это самый пищевой интерес, и его этим можно увлечь. То есть, если я хочу попить чай, кофе или что-то перекусить, мне просто нужно взять его с собой за стол, дать ему что-то и насладиться совместной трапицей. Ну что, блины офигенно вкусные. Я их не ела в Кущёночку в Турции, из России, которые вам привезли, спасибо вам большое. Они привезли, чтобы 10 банок до сих пор на последнее. Прошел год, как бы, вот до сих пор в Кущёночку у нас. Дала я ребёнку свой блин, где есть сахар и соль, горе-мать называется, но ему уже скоро 10 месяцев, я считаю, что он уже, ну, короче, от одного блинчика, я считаю. И то он не от одного блинчика, от одной маленькой, не знаю, уже весь блин даже не снял. Ничего не будет с ним. Так, ну что, мы пропылесосили, теперь идём развешивать бельё. Разгружать стиралку и развешивать бельё. Я уже сейчас устала, ещё жарко, кондиционер не справляется, как будто бы. Разрешиваю бельё, я такая, в край глазу смотрю, там он кто-то. Это кто такой вообще? Ты там что делаешь? В общем, я позвала мужа, честно скажет, кто это. Касаранча. Касаранча? Ну, кузнечик. Какой кузнечик? Кузнечик, кузнечик. А что он тут делает? Просто пройдёт туда, пройдёт. А ты что? Человек занят чем-то, слава богу. Это редко, редкость. В общем, что я пропылесосила, я помыла унитаз. Один из пяти металов прошли, да? Разветила бельё, ты чё смеёшься? Ченёк, лечерок. Погуляешь. Чуть-чуть. Как, тричь метров погуляешь. У человека какое-то развлечение. Ему очень нравятся унитазы. Открывать или закрывать. Господи, Мэтт, пожалуйста, не лезь туда, ладно? Весело тебе, да? Весело? Класс. Пойдём, Мэтт. Пойдём плавать в бассейне. Пойдём плавать. У него после этой фигни потом все руки ржавые. Я не знаю, что с этим делать. Думаю, что он переиграет. Ну, типа, давайте разрешать ему, а потом как-нибудь ему это просто надоёст. Сейчас пойдём плавать, не знаю. Вот панамку он вообще, конечно, не воспринимает. Плавать он тоже особо прям не так любит. Обычно плаваем, не знаю, меньки, с 13-12. Хотя для его возраста, наверное, нормально. А круг он вообще никак не воспринимает. Всё время только мы на ручках плаваем. Первые 10 минут мы плаваем в кругу, а затем он ему надоедает, я его убираю, и мы плаваем просто на ручках. Мэтт, иди ко мне. Иди ко мне, меньки. Иди ко мне. Слегка подбрасываю вверх-вниз, делаю влево-вправо, просто сажаю на бортик, он рассматривает муравьёв, например. Здравствуйте. Муравьёчки? Кто там? Кого ты увидел? Плаваем мы исключительно в вечернее время, потому что днём очень горячая плитка, и если он захочет вылезти из бассейна и поползать вокруг него, то он уважёт руки и ноги. Вечером уже приходит тюнёк, уходит солнце, и очень комфортно плавать. Мэн, ты поднялась-то. Всё, пошёл, пацан. Ты куда? Мы искупались, поплавали, насколько смогли. Чём займёмся теперь? Думаю, может быть, покормить его. Пюрёшки мама привозила, сегодня я ничего ему не варила. Как-то лень было. Да, наверное, пюрёшку ему дам. Будешь кушать? Буду. Он захотел кататься на качелях. Значит, будем кататься на качелях. Поехали. Ну, ты злюка, конечно. Раз, два, три. Эту часть видео я решила озвучить кадровым голосом. Мы начинаем ужинать. Это наш лёгкий ужин с Мэтом. Обычно я ему варю что-то в пароварке, но в последнее время он стал классно кушать пюрешки. Моя мама привезла из России банок 20 пюрешек. Говядина, индейка, цыплёнок, телятина. И вообще, это было месяца два назад. И он очень плохо кушал. Отвратительно. И я эти банки решила просто оставить на попозже. Когда он начнёт их есть, тогда я их планировала и начинать использовать, чтобы просто так не выкидывать пюрешки. И этот день настал. Реально он стал прям открывать рот. То есть до этого у нас была проблема такая, что я что-то беру в ложку, ему подношу ко рту, а он просто закрывает рот, смыкает его. И это было месяц назад, два месяца назад. То есть потом это было шесть, семь, да даже восемь месяцев. Это всё происходило, потому что я с его рождения и по сей день давала ему витамины, витамин D и железо. И у него какая-то, видимо, возникла дурная плохая ассоциация, и он поэтому смыкал рот. Я обратилась к консультанту по сну, и в принципе меня проконсультировали. Я отстала от ребёнка. Это было как рассказываю, что мне посоветовали. Отстать от ребёнка, дать ему время, он захочет сам. Так всё и произошло. Я от него отстала и потихонечку начала пробовать через время, попозже. Стала чаще есть с ребёнком, чтобы он видел, что я кушаю, что мне это нравится. И он сам начал тянуться к еде. И даже открыв его пюрешку, я сначала беру ложечку, ем сама, и мне реально нравится. Я говорю, ммм, как вкусно. И он тоже с огромным удовольствием начал открывать рот. Поэтому теперь одно удовольствие его кормить. Есть только одно но. Он очень усидчивый, его хватает, не знаю, на 5 минут. И потом уже начинает, не знаю, разглядывать каких-нибудь муравьёв, крутиться, вертеться, бить ложкой об стол. В общем, всякие разные варианты событий у него есть. Но, тем не менее, у нас также есть и самоприкорм. Это когда я кладу ему тарелку с какой-то едой. Она обычно у нас, обычно, это брокколи отварная, курочка, голень я варю, вермишель, которая для супа. И вот он сам кушает. Но, если честно, он так много сил разбрасывает, что я даю ему по минимуму, а сама его ещё плюсом подкармливаю. То есть у нас такой самоприкорм с элементами обычного прикорма. После мясной пюрешки я решила дать ему фруктовую пюрешку. Она уже не в баночке, как мясная, а в пауче. Это такой пакетик, где нужно высасывать, где ребёнку нужно высасывать пюре. И, опять-таки, раньше он очень плохо это делал. Всё пюре оказывалось на полу, на столе, на одежде. Но потом, со временем, он научился это делать, и он с удовольствием кушает пюре из этого пауча. Если мы кушали на улице, то я его и мой на улице. Я подхожу к шлангу, включаю его. У меня есть секунд 10-15. Помыть его. Почему 10-15? Потому что потом идёт уже ледяная вода. Вот. Поэтому я прям всё оперативно быстро мою его. А потом беру на руки, потому что он на траве не хочет. Один съедет, как правило. И мою стульчик. После этого иду домой и домываю его, если нужно. Вот и всё. День подходит к концу. Я купаю Мэтта. И затем укладываю его спать. Укладываю спать под белый шум и с грудью. К сожалению, пока мы не разделили сон и грудь. В общем, как есть. И начинается моя любимая часть. Это когда я живу полтора часика для себя. Время 8. Время 2-5-8. Вроде бы такого ничего не делаю я. Да, целый день. Но я так устаю все равно почему-то. Наверное, потому что целый день с ним. И... То есть, что он капрышечный. То он хочет на ручку. То есть, в минуту ни секунды покоя. Буквально, да. Ну нет, ни секунды, ни минуты покоя. Когда он спит. Ну, в общем, пошла я тут часть, где надо. Ремонтировать влог. Хотя кто-то не смотрит. Я просмотрел вообще. Вау. Интересные влоги снимают, значит. Ладно. Все. Пока-пока. Закат покажу сейчас. Вон он. Красивый-красивый. Закат, которого не видно. Да. Т Lego. Вон он. Утро both. Продолжение следует...